Южные регионы России всегда привлекали к себе внимание криминального мира. Из-за контроля над этими областями развязывались настоящие бандитские войны. Довольно долгое время Краснодарский край был в сфере влияния клана Деда Хасана. Владимир Волков родился в Краснодаре в 1949. Это было не самое простое время. СССР восстанавливался после войны. Интересно, что на текущий момент авторитет стал одним из самых главных старых славянских законников страны. Свой высокий воровской титул он получил в 1982 в российской столице. Привел его воровскую семью кутаисец Автандил Чехладзе к Вежо. Волков вошел в Хасановский клан и придерживал хорошие отношения с его главой Асланом Усаяном. Став смотрящим по Краснодару, он проводил собственную политику и действовал в своих интересах. Однако они не всегда совпадали с тем, чего хотел Дед Хасан. Волчок стал очень влиятельным авторитетом на Кубани и полностью контролировал местное преступное сообщество. Конкурентов у него практически не было. В год своей коронации Волков попался на вымогательстве, за что суд приговорил его к трем годам тюремного заключения. История повторилась и в 1994. Только на этот раз у вора в законе при задержании обнаружили наркотики. Однако, просидев в СИЗО, он все-таки вышел на свободу. В 2011-м его опять задержали с наркотиками, но по причине сложного заболевания почек авторитет был отпущен под подписку о невыезде и отправлен на лечение. И в том же году Адыгейский следственный комитет обвинил его в создании организованной преступной группировки. И Волков поспешил скрыться. По некоторым данным, он какое-то время скрывался на Кипре. Но в 2017-м его все же арестовали в Краснодаре. За мошенничество, вымогательство, участие в ОПГ и использование принудительного труда суд приговорил авторитета к четырем годам. Освободиться Волчук должен только в 2021-м.